Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана Ата, и сегодня мы с вами будем готовить кабачок. Кабачки, вот видите, специально они свежие, такие вот молоденькие, поэтому мы будем их готовить с кожурой. Значит, вам понадобятся кабачки, перец, вот такой я взяла половинку болгарского, луковица, помидоры, вот у меня был такой помидор, неважно, и вот я, Анемчик, мама наша, нам готовит такие закрутки, и вот я, мои хорошие, добавила еще, смешаю потом перцевую пасту, и все, приступаем к готовке! Для начала, таким образом, нарежем кольцами кабачки. Я подготовила кабачки, сейчас приступим к лукам. Вы знаете, я научилась, как правильно резать лук, посмотрите, вот надо не до конца, и оно не будет выскальзывать у вас, представляете, век учись, век живи, век учись. И теперь, мелко-мелко нарежьте, видите, он не соскальзывает у вас. Лайфхак! Вот смотрите, да? А теперь, вот, ну вот видите, как легко. И у вас будет мелко порезано. Подготовили лук и чеснок, и отправляем на сковородку. Так вот, на сковородку мы добавляем растительное масло. И отправляем наш лук вместе с чесноком. А мы, тем временем, пока это будет жариться, нарежем болгарский перец мелко. Как лук потушится, мы добавляем наш болгарский перец. Что это делается на среднем огне? Потому что лук, когда пожарится, совсем другой вкус будет, да? И сейчас надо перемешивать. В общем, долго не будем это жарить. Мне кажется, это очень простой рецепт. Ну, а тем временем, ну, посмотрите, вот, помидоры смешаем с томатой, с этой пастой перца. Таким образом. Так. Тут у нас тушится. Пасту мы перемешиваем. Смотрите, какая красота, запах, я вам не передаю в камеру. В общем, я перешла в последнее время на турецкие рецепты. И обучаюсь вместе с вами. Так. Ну, все, сейчас самое время. Опустить наши кабачки. Дать им чуть-чуть пожариться. Все делаем на... Я большой огонь сделала. Быстренько это все так пожарится. Возиться вообще не надо. И сейчас наши помидоры с томатной пастой. Вот эти все обеды, они жидкие, то есть у них надо побольше воды. Вот сейчас оно это чуть-чуть закипит под закрытой крышкой. Оставлю его чуть-чуть. Пять минут. А мы тем временем приготовим воду. Так, потушилось. Пять минут закипели наши помидоры. И сейчас мы наполняем жидкость. Воду заливаем. Посолю. Вот так на глаз все делаю. Применяю такую крупную соль для обеда. Ну, потом, если что, добавлю на вкус. Также я добавлю одну третью часть красного перца. Не знаю, как вы хотите на ваш вкус. Добавлю я тимьян. Добавляем ложку. И черный перец. Сейчас оставим готовый минут на 20, наверное. А ну, быстро все. Так, размешаем. Все эту вкусняшку. Подавать такое блюдо желательно с пловом. Булгуром или с рисом. Закрываем крышкой. И готовим до готовности. Вот так у меня получилось. Готовьте на здоровье. Приятного аппетита!